МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это день молодёжи, официальный праздник. Что у нас в Нижнем Тагиле в программе, тематика какая будет у этого дня? Да, на самом деле 24 июня, в эту субботу, у нас состоятся праздничные мероприятия. Надо сказать, что начнутся они с 11 часов утра на нескольких площадках. В частности, в Тагильской лагуне 2 пройдёт чемпионат города по экстриму. Дальше в 11 часов у нас стартует автоквест в городе Н, который организатором и инициатором проведения этого автоквеста были депутаты молодёжной Нижне-Тагильской думы. Город Тена, где он территориально расположится. Автоквест будет по всему городу. Это сюрприз, пока никто не знает. Задания будут выданы участникам. Став будет от городского дворца молодёжи в 11 часов. Поэтому всё будет интересно, желающие могут поучаствовать. С 12 часов у нас начинает работать Open Jam на площади перед КДК «Современник». Вот три площадки, которые начинают пораньше работать. А с 16 часов всё остальное действие будет проходить на всём протяжении улицы Горошникова. Там молодёжь ждёт много различных активностей. В этом году девиз нашего праздника «Про молодость». Поэтому будут площадки про здоровый образ жизни, про искусство, про бизнес, про молодёжь, про экстрим. Поэтому я думаю, что все найдут для себя какой-то уголок на улице Горошникова, где им будет интересно. У нас пройдут тестирования ГТО, можно будет сдать нормативы. У «Современника» будет работать площадка, где будут выступать, так скажем, артисты из «Самородка». У нас пройдёт не школа барабанов, у нас пройдут мастер-классы ресторана «Емсам». И развлекательная программа будет очень много конкурсов, развлечений, викторин. Будут подарки, призы от спонсоров. Значит, у медицинского колледжа будет реконструкция ИВАКа госпиталя. Можно будет поучаствовать в сборке-разборке автоматов. Можно будет посмотреть экспонаты, которые из экспедиции привезли бойцы поискового отряда «Соболь». Ну, в общем, будет достаточно интересно. Ну и, естественно, основная сцена в этом году будет не как обычно на улице Горошникова, а за КДК «Современник». Там пройдёт у нас традиционно фестиваль талантливой молодёжи «Соцветие талантов», где будут подведены итоги, будут награждения проведены. Кроме этого, выступит, значит, с развлекательной программой «Назад в 90-е» группа «Лайфстар». Ну и хедлайнером планируется группа «Наша Нижне-Тагильская» типа «Бэнд». Мероприятие запланировано только на открытом воздухе или что-то ещё, возможно, под крушением? Нет, всё состоится, к сожалению, при любой погоде. Погода нас пока не радует, но всё будет на открытом воздухе. Да, потому что эта неделя вот такая дождливая, что-то там преподнесёт, какой сюрприз, суббота. Поэтому вот и вопросы. Ну что, следующий вопрос. Закончился учебный год у выпускников общеобразовательных школ. При поступлении в колледжи и вузы, само собой, учитываются дополнительные баллы за участие в волонтёрском движении. Каким пользуется или нет у нас спросом, скажем так, волонтёрское движение? Сколько оно популярно в Нижнем Тагиле? Волонтёров у нас на самом деле в Тагиле достаточно много. Их около 18 тысяч насчитывается, по нашим данным, по крайней мере. Есть волонтёрские объединения в образовательных школах, в учреждениях дополнительного образования, в наших высших учебных заведениях и среднеспециальных учебных заведениях, молодёжных организациях. Их на самом деле... Волонтёров очень много. Кстати, волонтёрами могут быть люди, грубо говоря, с 7 лет и до бесконечности. У нас есть волонтёры серебряного возраста. Ну, самое, скажем, обширное объединение волонтёрские — это волонтёры Нижнего Тагила, «Про добро» — это волонтёрское движение на базе педакадемии, и «Доброе сердце» — волонтёрский тряд. Вот эти три самые масштабные остальные, ну, менее, может быть, по количеству, но все занимаются добровольчеством в разных сферах. Это всё, конечно, очень почётно, и они большие молодцы. Наш разговор с вами происходит накануне 22 июня. Завтра день памяти и скорби. В 1941 году — это как раз день начала Великой Отечественной войны. Ну и сегодня, надо сказать, что довольно напряжённая политическая обстановка из-за специальной военной операции. Поэтому важный вопрос — патриотическое воспитание молодёжи. Выскажите, пожалуйста, как у нас, что делается в этом направлении? У нас в течение года проходит масса мероприятий патриотической направленности, и военно-патриотические клубы принимают участие, просто школьники и студенты. Ну, традиционные мероприятия, которые у нас к Дню Победы проходят, у нас автоквест «Спасибо деду за победу», значит, игры «Зорница», дальше тактическая игра на местности у нас проходит каждый год. Кроме этого, конечно, наш традиционный фестиваль песни «Афганский ветер», патриотической песни. Ну, надо сказать, что примерно по статистическим данным 43% молодёжи охвачено мероприятиями патриотической направленности. Это у нас в городе имеется в виду, да? Да, в Патагилу. А городской дворец молодёжи каким-то образом тоже тут обучен? Естественно, они непосредственные организаторы этого всего. Ну, конечно, естественно, у нас большая сеть военно-патриотических клубов, вообще образовательных организаций, но всё это совместными усилиями. Здесь мы никого не делим, ваши, наши, здесь все вместе работают. Музеи локальных войн у нас работают. Вот сейчас, в летний период, они ездят и в загородные лагеря, и в лагеря с дневным пребыванием. Очень много ходят к ним ребят на экскурсии, они смотрят экспонаты. Ну, в общем-то, работа ведётся. Давайте поговорим о спорте. То, что, видимо, вам легче, о чём рассказать нам. В декабре 2021 года была принята концепция по развитию детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года. Какие мероприятия в рамках этой концепции по развитию детско-юношеского спорта проводятся? Ну, надо сказать, что в этом году, наконец-то, мы вышли до ковидной рельсы, потому что в этом году в полном объёме, наконец-то, пошла спортеада школьников. Это в рамках концепции развития детско-юношеского спорта. Ну, и надо отметить, что в этом году Министерство спорта Свердловской области активно провело работу по подготовке и проведению таких мероприятий, как школьные лиги. Вот в этом году наши учащиеся образовательных, общеобразовательных школ поучаствовали в школьной баскетбольной лиге имени Песклова и аналогичные соревнования прошли по волейболу. Баскетболистам, к сожалению, на региональном этапе не совсем повезло, они не попали в призы. А волейболисты представляли наш город команду 138-й школы под предводительством тренера-преподавателя Валерия Фёдоровича Молчанова. Они заняли почётное третье место. Ну, это успех. Это вот одно из направлений концепции развития детско-юношеского спорта. Ну, и продолжая спортивную тему, какие у нас соревнования предполагаются в Нижнем Тагиле этим летом? Может быть, приуроченные в Дню города, как это и в прошлые годы бывает? В летний период у нас спортивная жизнь не останавливается, несмотря на то, что, конечно, тренеры-преподаватели тоже ходят в отпуска. Кто-то ездит в лагерь загородный с детьми, кто-то занимается на местах, но мероприятия не прекращаются. И буквально в июне, я не могу в этом не сказать, у нас пришли всероссийского уровня соревнования «Стальная воля», где у нас участвовало больше 400, ну, почти там 476, если мне память не изменяет, участников было лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проходило на пяти площадках одновременно. И было очень много зрителей, были болельщики. Мне очень хотелось, чтобы ребята из наших спортивных школ посмотрели этот футбол. И нам это удалось. На колясках вы имеете в виду, да? И не только в колясках. Там было очень интересно смотреть, там играли слабовидящие и тотально слепые люди. Вы можете себе представить, как это сложно? Это очень сложно, но это надо видеть. Команды были очень высокого уровня. Ну, там было много категорий, но просто сам факт, что люди, у которых действительно серьёзное ограничение здоровья, и какое у них желание играть, какой у них командный дух. Ну, вот очень хотелось, чтобы наши это увидели и осознали. И это получилось. Вот, кроме этого, у нас, естественно, летом идут соревнования по лёгкой атлетике, потому что это сезон для них. С июля начинаются соревнования на трамплинном комплексе «Малахитовая шкатулка» и по лыжному двоеборью, и по прыжкам на лыжах с трамплина. Это все российские, да? И кубки России будут, да. Там много будет соревнований. Кроме этого, конечно, на акватории Тагильского пруда парусники у нас будут входить. Будет чемпионат первенства города традиционно. Дальше не могу не отметить, что у нас вот в этом году состоялся, после длительного перерыва состоялись соревнования по мотокроссу зимой на Валёгином Бару. В июле месяце, в конце июля тоже планируется проведение этих соревнований. Ну и, кроме того, в канун Дня города на нашей трассе клуба «Автомотоспорт и лидер» также пройдут соревнования по мотокроссу. Здоровительные смены не только, значит, заниматься спортом, но и у нас есть прекрасный лагерь «Загородный Золотой Луг». Как там отдыхают в этом году дети? Сколько смен? В этом году запланировано опять смен продолжительностью по 14 дней. Благодаря тому, что укорочены немножко смены, у нас большее количество детей сможет посетить этот лагерь. Да, дети там тренируются, дети отдыхают, у них там широкая культурная программа. В этом году лагерь исполняется юбилеем, 65 лет. Ну, с этим, конечно, надо поздравить. Спасибо. Но лагерь процветает, лагерь с каждым годом набирает обороты. Мы медленно, но верно идем к тому, чтобы перевести его на круглогодичное содержание. Дети очень любят свой лагерь. Уже первая смена завершена, сейчас начинается вторая смена. Разные виды спорта, там есть условия для тренировок. Очень у нас директор лагеря Валентина Владимировна Панятовская, не могу о ней не сказать, она так влюблена в свой лагерь, в свое детище, что она так много делает для детей, и они это ценят. Тренеры, естественно, тоже. А чего там вот не хватает для того, чтобы зимой лагерь существовал? Больше детей, больше спортсменов, юных можно туда приводить не только летом. Пока вся проблема в том, что теплотрассы у нас не совсем соответствуют для того, чтобы привести на круглогодичное. У нас пока один корпус только может работать в зимний период. Но мы постепенно к этому и идем. Ежегодно количество занимающихся тагильчан физической культурой и спортом растет. Это по вашей статистике известно. Какими-то видами спорта можно, само собой, на улице заниматься, но для каких-то необходимых спортивных сооружений, спортивных объектов, и так, чтобы можно было от дождя, снега спрятаться. Как у нас, собственно, дела с развитием инфраструктуры спортивной? Ну, надо сказать, что в прошлом году большой прорыв у нас по рекреационным зонам состоялся. То есть благодаря тому, что появились скейт-парки на Пехтовых горах, в парке металлургов, конечно, увеличилось количество занимающихся экстремальными видами спорта. Я живу на Тагилстрое, регулярно проезжаю мимо парка металлургов. Там всегда площадка прям активно задействована ребятами. Это очень хорошо. В Тагильской лагуне замечательный скейт-парк появился. Поэтому молодежь довольная, думаю. Что касается объектов закрытых, тут есть, конечно, определенные сложности с финансированием, но мы готовим документы для того, чтобы входить в государственные областные программы на софинансирование. И надеемся, что все-таки мы построим еще, кроме президентского, и с оконогаянки объекты. Но это пока в перспективе. Но, надо сказать, мы делаем все-таки небольшие шаги к тому, чтобы хотя бы тренировочная база для спортсменов расширялась. И вот в этом году, благодаря усилиям депутата Нижний Тагильской городской думы Дмитрия Олеговича Костянякова, удалось приобрести для нашей отрасли помещение. Сейчас там ведутся ремонтные работы. Ну, надо сказать, что мы постарались. Он вложил свой депутатский миллион. Мы еще из бюджета привлекли часть средств для оборудования там видеонаблюдением, антитеррористическими, значит, для антитеррористической защищенности различными оборудованиями и видеонаблюдениями. И пожарную безопасность нам необходимо там обеспечить. И вот общими усилиями где-то к сентябрю месяца мы планируем открыть в Тагистровском районе, что крайне редко бывает. Там у нас район не избавлен спортсооружениями, особенно муниципальными. У нас появится там спортивный зал для самбо. Отделение самбо, дети, которые там будут заниматься, будет открыто в спортивной школе юности. Ну, это я так приоткрываю немножко завесу тайны. Благодарю вас за участие в нашей программе о молодежных и спортивных событиях в Нижнем Тагиле. Нам рассказала начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева. Всего доброго. Оставайтесь на Тагилтв. Редактор субтитров А.Семкин